Сняли шляпу. С главной елки страны. Путин поздравил Байдена с победой. Ну и главный вопрос 2020 года. Чей борщ? Отвечу сразу, борщ мой. И меня по-прежнему зовут Василий Макаровский. Вы смотрите программу «Борщ». Начнем. С главной елки страны на Софийской площади в Киеве сняли желтую шляпу весом 58 килограмм, которую до этого нацепили ранее. Несколько дней соцсети состязались в юморе и подколах шляпы. Кто-то назвал ее ведьмацкой, кому-то она напоминала историю о мальчике, который выжил. А некоторым шляпа ассоциировалась исключительно со слоем, которым можно охарактеризовать уходящий 2020 год. Шляпа обиделась и ушла. На ее место скоро взойдет обычная всем бифлемская звезда. Владимир Путин таки поздравил кандидата Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах. Вот так. Если это не нож в спину пророссийского, как считали некоторые эксперты Трампа, то что? Ведь Трамп не сдается и пока не собирается отдавать власть. Выборы называют коррумпированными и, вы не поверите, но впервые с этим согласился даже Фейсбук. Ведь ранее под каждым постом Трампа в Фейсбуке была подпись, по сути своей сообщающая, что, мол, уймись, Трамп, ты проиграл. Но вернемся к поздравлению Путина. Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами. Это прямая цитата Путина. Мир, дружба, жвачка, одним словом. Ну, или тремя. Ну и перейдем, наконец-то, к главной теме сегодняшнего выпуска. От создателей главного мировоззренческого вопроса «Чей Крым? Ловите новый, чей борщ?» А на районе идет дождь. Я сижу на кухне, хаваю борщ. В соцсетях на прошлой неделе разгорелся спор, является ли борщ именно украинским блюдом. Украинцы возмутили слова российского юмориста, назвавшего борщ русским. Очень вкусно, с капустой. Но что-то мне немножко грустно. Борщевой скандал начался в Фейсбук после того, как юморист КВН, блогер или те ведущие Андрей Бочаров запустил постфото. Дескать, после катания на катке отлично заходит русский борщ. В комментарии к юмористу пришли несогласные с такой формулировкой, после чего тренд вырос почти до 5000 комментариев. О нем даже написали практически все популярные российские и украинские СМИ. Россия не оккупировали даже украинский борщ. Так что можно с уверенностью утверждать, цель блогера была достигнута. Он попал в топ, был обсуждаем, как никогда ранее. И поел борща. Комментарии поделились на несколько категорий. Часть, чаще всего украинских, отмечали, что борщ это блюдо национальной украинской кухни. А под национальным русским блюдом все же можно считать только щи. Часть радовалась тому, что борщ аннексирован, как и Крым. А некоторые посчитали, что борщ это некая объединяющая сила, которая свидетельствует о том, что все славяне одинаковые и связывают их братские чувства. Это зрада. Это зрада. Но это не первый подобный скандал. В прошлом году в соцсетях МИД РФ появился видеорецепт, посвященный русскому борщу. Но бурных дискуссий на тысячи комментариев он не вызвал. Национальную страву нужно защищать. Ну и в конце сегодняшнего выпуска я хочу призвать вас быть не менее активными в комментариях, чем после предыдущих выпусках борща. И ответить на три вопроса. Что вы будете совсем скоро вешать на елках у себя дома? Сможет ли Трамп доказать, что победил в выборах и остаться при власти? Ну и, конечно, чей борщ? Всего доброго.